Привет всем, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале CheckerOut, а это реакция на ГГ-шоу, путешествия во времени. ГГ-шоу решили еще раз затронуть тему путешествий во времени в первом сезоне, так скажем, ну это же первый сезон был. Они уже использовали эту тему, там, ну, забавное что-то было, но я точно помню, что эта тема была. Вот они решили еще раз ей воспользоваться, но, видимо, как-то взгляд иначе будет. Там чувак типа то ли бухал, то ли курил, ну, короче, к нему постоянно возвращался, и даже, и потом вообще типа девушка вернулась, ну, что такое было. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Серия идет на 13 минут где-то, клево, погнали. Про ваше агентство, ну, прям везде говорят, и в соцсетях, наши друзья, знакомые, все вас рекомендуют. Знаете, мы первые, кто в нашей стране начал заниматься путешествием во времени, поэтому велкам к нам. Вы знаете, у нас недавно была свадьба, и наш крест не подарил нам два принятия в прошлое. Ну, чтобы здесь посмотреть, может быть, Титаник или же Аральское море, пока оно не высохло. Сразу хочу предупредить, срамы от Джулетты не существовало. Мы проверяли их, как бы, ну. А давайте отправимся на Титаник. Давай. Нет. Вы знаете, я бы хотела отправиться в прошлое своего мужа и узнать, каким он был до наших отношений. Нет. В смысле ты сейчас серьезно? Ну, да. Подожди, ну, давай хотя бы отправимся и посмотрим, как устроили эту башню. Это же так романтично. Нет. Я хочу узнать, каким он был в прошлом. Ну, пожалуйста, а? А? Разве это возможно? Возможно. Только я сразу хочу вас предупредить. Не все из увиденного вам понравится. Ваши отношения к друг другу могут кардинально измениться. Не все это выдерживают. Ну, конечно. Ну, тогда, буквально, через несколько мгновений, мы умчимся в прошлое. А, подождите, а вы с нами, да, отправитесь? Видите ли? Тут, в общем, другая тема. Это специальный пульт по перемотке времени. То есть, немного иначе. Получается им пользоваться. Тем более, мне нужно пригодить, чтобы вы ничего не натворили в прошлом. Или получится, знаете ли, как один китаец занес вирус, и мы огромное количество времени сидели дома и даже не выходили на улицу. Что? Еле это исправили. Ну, если вы готовы отправиться в прошлое, не будем терять времени. Это моя любимая шутка. И готовы? Три, два. Интрига? Один? И... Я узнаю это место, это дом, в котором я вырос. Только он почему-то немного другой, что ли. Все потому, что сейчас 92-й год. 26-й апреля. И прямо сейчас мы можем с вами слышать зачатие Азамата. Его отец находится в позе стремительной лягушки, а мать в позе доверчивой совы. Так, стоп! Зачем вы такие подробности рассказываете, а? Откуда их даже? Зачем мы так, так в прошлое ушли? Давай чуть дальше. Давайте чуть дальше. Готовы? Полетели. А вот Азамат. Ему здесь 8 лет. А где он там именно? А он в углу. Его бьют мальчики за то, что он сказал, что белый рейнджер похож на девчонку. Кстати, здесь Азамата обоссали в первый раз. Что его в первый раз? На него здесь написали в первый раз. Я не поняла, что еще такое было, что ли? Да я не знаю. Давайте дальше. Давайте. А вот Азамат. Ему здесь 14 лет. Они с ребятами собираются драться против 85-й школы. Подожди, а где он именно-то? А вот он стоит. Ну, блин, ну это как-то неинтересно. Давайте лучше его отношения посмотрим. А давайте посмотрим отношения Азамата. А вон Азамат, пойдемте. Азамату здесь 16 лет. Они с другом решили здесь впервые сходить к проститутке. Сейчас, короче, с одной девушкой познакомлю. Я, кажется, тут живет. Она, короче, королева проститута в греке. Сейчас, короче, ты первый зайдешь. Я сразу после тебя, понял? Нет, подождите. Я не такие отношения имела в виду. Ну, я про любовь, про первый поцелуй. А, первый поцелуй? Да. Конечно, давайте посмотрим. Классно, да, вообще? На халяву в душе еще сходили. Э, братан, слушай. А эта девушка Мико прикольная, да, оказывается? Конечно, прикольная. Э, слушай, не вариант тебе телефон найти? Эй, найду, не переживай, пойдем. Я не поняла. У тебя что, первый поцелуй с проституткой был, что ли? Ну, я был молод. Вот, эмоции там. Фу. Фу. Покажите мне его первые серьезные отношения. Первые серьезные отношения Азамата. Ну, давайте поглядим. А, вот здесь Азамату 18 лет. И прямо сейчас он впервые предложит девушке серьезные отношения. Знаешь Мико. Мико? Это та проститутка? Джан, ну я ж тогда вообще щегол был. Влюбился как дурак. Тем более это все в прошлом. Самое главное, что сейчас мы с тобой лезем. Мне кажется, что я никого не полюблю так же сильно, как тебя. Никого и никогда говоришь? Теперь это наша звезда. Это в прошлом было, да. И когда ты будешь смотреть на нее и думать обо мне, знай. Я тоже смотрю на нее и думаю о тебе. Ты же мне то же самое говорил. Да блин, тогда переходный возраст 18 лет. Ну, пойми ты уже. Ты единственное, кому я это говорил. И, наконец, Мико, ты станешь моей девушкой? Давай попробуем. В общем, потом они погуляли и поехали на съемную квартиру. И там на съемной квартире Азамата нассали во второй раз. И ты что гонишь, а? Ты что? Ну, тут так написано. Фу, Азамат! Почему? Можно дальше, пожалуйста? Из-за вашего шейха? Давайте дальше. Ну, вот, собственно, университет Азамата. Что за глюкду? Кстати, прямо сейчас, Маляка, мы можем наблюдать тот момент, когда Азамат впервые увидел вас. Вот это, смотришь, большая людя, где вот это вот. Смотри, какая красивая мина девушка. Я бы ее в жены взял бы. А я бы ее просто выгибал. Что ты говоришь? Это же чья-то будущая жена. И что ты на фигуру посмотришь? На раз же можно залететь здесь? Идем на пары. Вот так вот, да, значит? Просто поиграться хотел, да? Это и раньше такой, получается, другой человек. Вот да, да, да. Я хочу знать. Изменил ли он мне тогда, когда мы с ним уже начали встречаться? Ну, давайте посмотрим. Вот. Прямо сразу? Ну, прикиньте, что-то прям сразу так в голову дало. Классный был вечер. Да. Классно погуляли, да? Да, мне тоже понравилось. Азамат, давай не будем торопить события, ладно? Да, прости, что-то я прям совсем забылся, прогнал. Ну, я, наверное, пойду. А, да, давай. Пока. Ладно, давай, пока. Пока, давай. Эти двое прям хорошо смотрятся друг с другом. Классное время было. Что в прошлой серии, что в этой. Ты был тогда таким милым. Да, было такое. Подожди еще. Алло, Мека. Я освободился. Что, потрахаемся? Мека? Опять это Мека? Значит, пока я ходила, думала, что ты у меня тут самый единственный. Ты ходил с этой Мекой? Да пойми, это просто была физическая потребность. Тем более, это было далеко в прошлом. Пойми, мне все равно, какая ты была в прошлом, потому что я тебя люблю такую, какая ты есть сейчас. Но если интересно, можем посмотреть прошлые маляки. Нет! Стойте, не надо. Я все поняла. Ты знаешь, это же... Давайте лучше в настоящее вернемся. Нам еще собаку нужно покормить. А что это ты сейчас занервничала? Я занервничала? Так, где-то это было подобное, тоже в них. Нет, ну ты прям заволновалась? Я тебе говорю, что я не волнуюсь. Все нормально. Опа. А давайте посмотрим прошлое Маляки. А давайте посмотрим прошлое Маляки. Не будем терять ни минуты. Это моя вторая любимая шутка. Полетели. Вот. Здесь Маляка получает диплом о высшем образовании. Кстати, красный диплом. Да это я знаю. Давайте перенесем чуть дальше в прошлое. Ну давайте. Чуть раньше в прошлое. Да. А вот здесь Маляке 20 лет. Она как раз поступила в престижный английский университет. Но не поехала учиться, так как не хотела, чтобы ее мама осталась одна. Ну вот видишь, Джан, ну вообще ничего интересного. Может быть уже вернемся. Давайте еще посмотрим. Вдруг что-то интересное есть, а? Хотите еще? Да. Давайте посмотрим еще. Позади нас 19-летняя Маляка. Здесь она открывает клинику, которая будет помогать детям с врожденными болезнями. Вот видишь, Джан, я у тебя идеальная жена. Может быть уже давайте вернемся в настоящее? Подожди, а есть что-нибудь про интимную жизнь? Не знаю, сколько мужчин у нее было до меня? Азамат, вы у Маляки единственный мужчина? Да. Джан, ты прости меня, ты у меня такая классная. Блин, ты что-то начал волноваться, я что-то себе там напридумывал. Вот здесь написано, что вы единственный мужчина. До вас у нее были только девушки. В смысле девушки? Да. До вас у Маляка были... А, простите, я оказывается все время неправильно ставил ударение. У Маляка до вас были только девушки. Это что, получается, у нее мужское имя, что ли, а? Так, а... В 19 лет Маляк сделал себе операцию по смене пола. Все, догнал. Так, как его не устраивало собственное тело. Мужик, что ли? Это ну ты нафиг, а? Что, серьезно, что, брат? Это что, получается, я что, с мужиком все это время сосал тебя? Что, я что, с мужиком спал, что ли, а? Да, дорогой, успокойся, а? Ну ты же сам говорил, что неважно, кем я была. Был в прошлом. Главное, что сейчас, в настоящем. Мы счастливы. Любим друг друга и принимаем друг друга такими, какие мы есть. Да, долбой, ебейте нахуй, пидор, сука. Ненавижу время. Ненавижу настоящее прошлое. Фу! Слушайте, ну, есть будущее. Прошлого мы не изменим. Зато можно постараться для будущего. Да какое будущее у меня может быть с ней? Мы же все-таки проверим, а? Иди нахуй, пидор. Слушайте, ну, в будущем вы счастливы? Счастливы? Ну, по крайней мере, так написано. Счастливы. Да давайте проверим все-таки. Ну, братуха, если не понравится, то вернемся и разойдемся. Ну что, «Назад в будущее» — это мой любимый фильм. Ну вот, полюбуйтесь. Я тебя так люблю. Ну... И я тебя так люблю. У нас такая счастливая семья. И мы реально счастливы? Ну, конечно. Мы все с вами счастливы. Самое-самое. Радульки. Моих хороших. Я для нас своих приготовил кулочку. Это благодарность за вчерашнюю ночь. Мы тебя так любим. Ой, явно. Навсегда. Радульки. Иди. Иди. Иди, мой хороший. А если что, да, следующий выпуск хотите сразу посмотрите? Ссылка вот здесь. Ну, забавно, забавно. Еще одна классная серия от GG Show. Прикольно. Мне понравился замут с перемещением во времени. И что, кого, как. Все-таки какой неудачненький этот парнишка. И какая она вообще молодец. То есть, вон. Ну, вообще забавно. Собственно, и концовка... Как сказать. Ну, короче, можно было, в принципе, догадаться. Хотя нет. Как-то я бы догадался. Ну, тот не палился вообще, чувак. Ну, то, что они, типа, счастливы были. Типа, это он принял, там, и так далее. Ну. Вот это перемещение во времени мне понравилось больше, чем предыдущие. Вот. Все очень круто. И про 20-й год упомянули тут. Про чувака из Китая. Забавно. Все забавно. По сути. Вот это троица, три вот эти, да. Они вообще вот самые крутые, наверное, в GG Show. Эти двое как пара. Вообще нормально смотрятся. Ну, и Ростислав, собственно, красавчик. Вообще всегда, в любой серии, всегда он рулит. Пусть будет так. Вот. Тут мне в одном моменте показалось, что есть косяк. Ну, видимо, я просто... Да, косяк. Ну, вот, собственно, университет. Чего ж они не заметили-то это? Ну, ладно. Это все фигня, в принципе. Круто, круто, круто. Еще раз круто. Будем ждать следующий выпуск. Когда появится на YouTube. Как вам? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок